Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы прочитаем и переведем анекдот о телефонном разговоре подруг. Анекдот основан на стереотипе, в нем речь идет о женщине польского происхождения. Согласно стереотипу, женщины польского происхождения, они слишком критичны по отношению к окружающим. Они замечают у всех какие-либо недостатки, какие-то проблемы. Читаем анекдот. Полания, как полька, может быть это слово написано с двумя юдами, может быть с одним юдом. Анекдот звонит подруге, ее, то есть своей подруге, и спрашивает. Маш ломех, эйх баалих, эйх айеладим. Как ты поживаешь? Как твой мир? Как твой муж? Как твои дети? Как дети? Она ла ахавера. Отвечает ей, это подруга, ее подруга. Хамацав Мецуян. Ситуация отличная. Баали анифла ба байт. Руэ телевизия. Мой муж прекрасный, дома, смотрит телевизор. Айеладим аметуким осим шиурэй байт. Сладкие дети. Сладкие имеются ввиду замечательные, очень хорошие. Приятно на них смотреть, все ими довольны. Делают шиурэй байт, это уроки дома. То есть домашние задания. Делают уроки, делают домашние задания. Тов омерет Аполлония. Хорошо, говорит полька. Аниме вина шиешлах урхим ахшав, веатлой хола ледабер. Я понимаю, что есть у тебя гости сейчас, и ты не можешь говорить. Когда в Израиле говорят полония, полька, подразумеваются женщины польского происхождения или женщина ашкенасского происхождения, европейского происхождения. То есть евреи, выходцы из Польши или евреи, выходцы из Европы. Я надеюсь, это было понятно и может быть даже смешно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Заказывайте у меня доступный русско-евритский словарь и разговорники по особой цене. Пишите мне для заказа по электронной почте. Спасибо за внимание. Лейтраут. До свидания. Продолжение следует.